СТАВКА НА СПОРТ! 1XB! Большие выигрыши! 1XB! Быстрые выплаты! 1XB! Надёжный букмекер! 1XB! 1XB! Букмекерская компания. Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Клэша Яль, вы думали, что он сдох, но нет, он с нами, поздоровайся! Всем привет! Ребята, Кот Наркот решил снова скачать игру и снова в неё играть. И он приятно меня удивил, то есть он выдал неплохой результат без доната. Смотрите, с какой прокачкой взял 3.800. Второй уровень эпики, шестые, пятые рарки. И всё. У тебя даже комонок нету. А, ну у тебя бревно вместо запа. Короче, расскажи про свою колоду. 4.8 эликсира. Чё у тебя за посыл деки? Три мушкетёра, я понимаю. Смотри, мне просто надо ставить сборщики и как-нибудь дефить. Ты сам эту деку составил, да, или взял где-то? А где я мог её взять, Ваня? Ну да, я такой... Просто я взял то, что прокачано. Ага, я понял. Ребята, видите, я не знаю, вот напишите, вот давайте только честно, вот сколько у вас кубков и какая у вас прокачка. И давайте ещё сделаем так. Напишите, те, кто на 3.800 и выше, напишите, какая у вас прокачка. Ну, я думаю, что со вторыми эпиками и с пятыми, шестыми рарками, ну это прям, ну это жёстко. Я даже с седьмыми рарками сложно. Я думаю, даже с восьмыми, с восьмыми даже, ну такое. Девятый ещё нормально, девятый это среднечково. Ну, мне так кажется, просто время идёт, люди прокачиваются. В общем, не знаю. Смотрите, друзья. Значит, давайте максимально, сколько мы сможем собрать лайков на этом видосе. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну и будем следить за развитием, если у кота не пропадёт интерес к игре и он снова её не забросит. Будем следить за его продвижением по арене. Вы вот меня просили, создай, холдик, ещё один проект, где будешь играть без доната. И пройди, пожалуйста, как можно выше. Ну, я-то без доната криворукий. Чё, куда я там, максимум, наверное, 3 шест... Ну, сколько там, какая электрическая арена? Ну, 3 400 без доната возьму. Всё, 3 800, я уверен, это очень трудно, очень сложно. И, ну, я не дойду, реально. В общем, давайте, короче, перейдём к повторам. Какие повторы тут надо посмотреть? Какие были сложности? Почему ты выбрал именно Пеку? Ну и дай какой-то совет зрителям. Как им, вот, играть на таких аренах? Потому что это боль для всех и... Ну, блин, без доната сложно. Как ты без доната дошёл до 3 800? Ну, не учить... Сначала, да, короче, буду вот рассказывать. А сначала у меня вообще был вместо пики гигант. Ну, гигант-то вообще не заходит, тем более он у меня был 5 уровня. Ну, потом как-то мне выпало... Из этих заданий, короче, выбил сундук. Так. Как её называется? И сундук из... Легендарный сундук. Ага. А, не, не легендарный, блин. Какой там, я не помню уже. Ну, ладно, выбил, короче, сундук, да, какой-то? С выбором карт там было. Мне там выпала Пекка до 4 уровня. И выпало ещё бревно и принцесса. То есть выбор надо было. Ага. Я делал бревно, потому что принцесса мне не шла. Да, да, да. Ну, да, если до 4... Я думаю, как ты прокачал её сразу до 4 уровня без доната? Короче, один сундук тебе, да, так вот дал прокачку? Ну, да. Не, ну почему? Там ещё были всякие эпики. Я покупал эти эпические сундуки. Мне там выпали. То есть Тюмный принц мне выпал. 4 уровня у меня же есть. Ну, и как тебе играть с шестыми мушкетёрами? Каково это? Очень везёт, Ваня. Вот серьёзно, в последнее время очень везёт. Потому что мало кто берёт на таких кубках вообще с ПВ. Они какие-то, ну, реально дурочки бывают. Я согласен. Так они все... Тут большинство противников дурачков. И у них колоды собраны... Ну, я не знаю. Вот он видит карту какую-то, просто берёт её в деку. Просто всё, что видит, то и берёт. Никакой логики. Есть даже... Не берут эпические карты. Хотя, казалось бы, они тащат. Там более прокачаны. Логики, естественно, мало. Ну, хоть и бревно не убивает банду гоблинов. Ха-ха-ха. 15-ая банда, ну да. Ага. В последнее время вот начал прям везти, но хотя я сидел на 3-500, меня там сливало до 3-200, ну, прям кидал вообще жёстко. Что тебе больше всего не хватает? Вот ты играешь сейчас, вот что бы ты хотел так прокачать нормально, но тебе не хватает. Прокачать, конечно же, сборщик мне хотя бы до 7-го, потому что если с пылы как бы есть, то всё нахер его сносит. Ну, в общем, ты не парился, да, так, чтобы там месяц быстро. Я также не обратил внимания в начале этого ролика. Седьмой уровень у тебя. Это даже не восьмой левел. Седьмой левел, ну, это хороший рекорд. Я, конечно, знаю, что есть рекорд первым уровнем. Дошли до 3-900. Извини меня, первый уровень, это как бы легендарки. Я, да, да, это турнирная прокачка. А у тебя ещё даже не турнирная. Ну, плюс-минус некоторая карта. Господи, бомбер почти с одной бомбочки всех твоих трёх мушкетёров положил. Так, первая каточка победа. У тебя 37 хп на башне осталось. В Тивироэль, кстати, не попадал? Нет, ну, я даже и не смотрел, но, скорее всего, нет всё-таки. Парень собрал твой соперник. Твой парень. Парень собрал твой. Твой соперник собрал деку чисто под элиток, да? Короче, дровосек, стрелы, торнадо. Я уделён, что не было вальхири. Чисто голубая такая дека. Да. Хорошо. Вот ты поставил надгробие, а он такой думает, блин, а чё ж делать-то? Простой по эликсиру был такой небольшой. Ты не угадал со стороной. Тёмный принц по левой стороне. И на тебя мчится дровосек. И ты его не дефаешь. А, нет, пеку выбросил. Так. Сложнее всего против кого играть? Игрок, наверное, у... Скорее всего, ну, опять же, против спеллова. Ну, это, да, очевидно, у тебя. А без трёх мушкетёров, ну, ты часто их используешь? Есть такое, что ты прям их не использовал и затащил? Да, конечно же. Ну, когда прям очень такой, как бы сказать... Когда у противника слишком дешёвая дека. Ну, что у него... Жесть. Тебе просто снесли только что башни. И ты на это стоял и смотрел. И ничего не смог сделать просто. Вот тяжело осознавать свою беспомощность в таких ситуациях. Нет, я просто... Я же тебе говорил, постоянно я куплю эликсир. То есть я лучше его... Да я понимаю. Я понимаю. Против таких... Как их назвать-то? Спанчбобов. Спанчбобов играть нужно реально с минимальными затратами на элик. Они часто сливают его зазря. Конечно, бывает. Вот, я не знаю, тоже на твинке играл. Но у меня прокачка была однозначно получше. Но мои вышки просто не вывозят. Не вывозят. Я не знаю, как не тратить эликсир. И меня просто... Ну, просто сносят даже сразу на трёшку бывает. Я не знаю, как ты вот играл тут с такой прокачкой. Но это... Это жесть. Я, как никто другой, вот недавно играл с твинком. Я не помню, как... Я, наверное, восьмым левелом дошёл до 3800. И я считал, что вау, я крутой. Хотя у меня на то время уже был седьмой принц. Это настолько, короче, я... Ой, у противника вообще интересная логика. Короче, пламенный дракон и торнадо. На трёх мушкетёров. Нормально. Так, ну и тут, короче, начался пуш. Справа ты армию скелетов слил. Он слил, естественно, стрелы. И снова он сливает торнадо просто в никуда. Вот просто, ну... Просто слил торнадо. Вот. Ну да, вот таким противникам только надо и радоваться. Ну, благодаря ему, как бы, и дошёл до 3800. Ну и не только ему, ещё там пару дурочков. Ну, так они все здесь такие? Дело в том, что... А какие здесь? Других противника нету. Я сыгрался, к примеру, на ничью. Я сыгрался против королевского... Ой, королевского. Против гиганта этого, как его называется? А, гигантского скелета. Гигантский скелет. Вот, вижу, ничья. Чё, посмотреть или там скучный бой? Да, не-не. Ну, там скучно-то вообще. Ага, вижу. Шахтёр, Пека, Яд. Короче, это старая дека. Хорошо. Если ты опнёшь восьмой уровень, ты в гранды будешь катать, да? Да. А, стоп. Восьмой. Так, восьмой левел это... Кстати, я вот... Заметил, я вот на твинке сейчас играю, что на твинке очень легко катать гранды. Подбираются практически все соперники. Ну, восьмой левел, там, до пяти, до шести побед. Восьмой, либо, ну, какой-то рили вообще. Поэтому, ну, гранды, я думаю... У нас-то по сто тысяч карт на основах там было. Точнее, у меня было там. Ты думаешь, количество карт влияет на нас подбор? Ну, как бы, да. Ага. Так, значит, против шахтёра. Чё тут у тебя было интересного? Да, в начале, что-то он нормально так меня пропушил, и ещё плюс, ну, типа, мы вдвоем в ноль там вышли. Угу. Вижу, 1600 хп. Банда гоблинов плюс шахтёр с ядом, да? Угу. Так, готовишь. Какой у тебя уровень фаербол? Фаербол шестой. Ну, с фаерболом тоже там нормально. Нормально, да. А, торнадо, ты не хочешь взять в свою колоду? Оно мне не поможет, у меня нет этих сплэш нормальных. А, точно, да-да-да-да, у тебя нет сплэш-юнитов. Маленького дракончика будет к тебе в деку. Ну, опять же, его долго очень апать, у меня он не прокачивает. Ну, я покажу запраску. А, чё ты не возьмёшь принца обычного вместо трёх мушкетёров? А, он вообще никакующий, то есть, ну, трёх уровень, например, он у меня. И, как бы, его быстро сносит, вот, хотя бы, как минимум, пятый нужен. Угу, ну, стрема, может, хотя бы, типа, ты можешь сплит сделать и разделить свою атаку, да? А, с принцами только в пуш, ну, в основном, только на одну сторону. Ну, просто, я, вот, к примеру, принцем законтрил Хога. Он мне третий, ну, к примеру, короче, побежал сам, а его там просто вот, азадэф или там какая-нибудь банда гоблинов или чё-то ещё. А, даже если буду подкидывать тёмного принца, то... Ну, так, тебе к принцу надо какие-то сплэш юниты из Торнадо. Вот, вот, эээ, вот, которые я декой играю, вот это она вообще прям, ну, она идеальная. Больше с двумя принцами мне не очень нравятся деки, ни с гигантом, ни с чем. Ну, такое, да, реально. Эм, вот, эээ, то есть... Сборка очень мне не хватает, вот это вот только сейчас вспомнил. А, а. Тера получается, вот, если шарики есть, тебя в деке, всё, ну, это мне уже капец будет по-любому. Ну, да, кстати, только три мушкетёра, которые, кстати, контрятся очень легко. Тамба есть, ну, тамба... Ты же долго не будешь тамбой отвлекать. Лава-шар, короче, тебя вообще отымеет... Ну, разве, если ты не протачишь с противоположной стороны, к примеру, и сделаешь сплит. Один мушкетёр на лаву... Это очень, это очень слабо будет, потому что, опять же, очень легко... Не встречал, не встречал ещё лаву? Лаву встречал, мне достаточно часто попадались, как бы. Угу. Ну, поэтому я и сливал там, учитывая, на 3500, всё такое. Сливал лаве, да? Да, и шарику, и лаве, и просто там был, типа, шарик отдельно, он тоже сливал. Вот сейчас хороший заход, бревно было наперёд, но банда гоблинов была недоступна. Так, хороший фаер. И, смотрите, шахтёр 500 хп оставляет на башне. Это ещё шахтёр и яд. И, блин, у тебя будут очень серьёзные проблемы. Ты выбрасываешь сразу пеку у мостика. Тёмного принца, прям вот реально ты настолько уверен в себе. Летит шахтёр. Армия скелетов. И пека добивает башню. Победа. Ну, неплохо. Слушай, неплохо. Блин, тут он пеку выбросил просто, и как бы эликсирования у него не было. Блин, тебя, наверное, весь ролик было очень плохо слышно, я не знаю. Я тут немножко микшер убавил. Ну, надеюсь, что будут тебя зрители слышать. Да, в принципе, что тут слышать? Особенного такого ничего не рассказал. В целом, мы колоду и повторы посмотрели. Ну, блин, ну я не знаю. Тут нас на пальцах не объяснишь, как играть, да? То есть, всё равно должен быть какое-то присутствовать понимание игры и чувствовать... Хотя тут соперников чувствовать не надо. Тут самое главное, это, я не знаю, вовремя среагировать и по какой-то одной стороне, наверное, протачить. Ну, только так. Не, ну, скил вообще не очень сложно так набирать. То есть, посмотрел там пару роликов на ютубе, к примеру, на твой канал просто зашёл, там посмотрел, как... И всё. И всё, изи, рилток. В общем, друзья, 3800 кубков. Как думаешь, 4000 возьмёшь или... Не, с этой прокачкой я не уверен, что ты возьмёшь. Тебе надо как минимум 7-й рарки. Сборщик... Да, не, не как минимум 8-й, хотя бы сборщик капнуть. Капец, у тебя сундук фортуны? Там сборщик, тримушкетёра, пека, в сундуке фортуны. А, да-да-да, я это видел, блин. Так просто вот три карты попадаются там, ну, как бы донатить. Ах, жалей. Ну ты, то есть, не, ну если бы это был такой постоянный твой аккаунт, может быть и закинули. В общем, подумаем, ребят, если... Смотрите, если вы за то, чтобы мы задонатили, то напишите в комментариях и гоу много лайков. Хотя, я с другой же стороны хочу попросить много лайков, если вы даже против. Ну не знаю, короче, пишите в комментариях. Вы хотите с донатом, чтобы этот был аккаунт? Ну, я думаю, что, конечно, вы против доната, чтобы вот показал, насколько способен твой скилл поднять вот такой вот убогой прокачкой. Но это 3800, пока потолок, я уверен. На один уровень поднять все карты и можно 4К апать. В общем, увидим. На этом буду прощаться. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой второй канал. Мы там с котом ещё стримим паб, ссылка в описании. Спасибо вам за просмотр. Ну чё, удачи. Пускай вам подбираются противники с плохой прокачкой и нубы. Всё хорошего, до скорых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok